Тот, я чувствую, скаговым дерьмом завоняло. Так, так, только посмотрите, кто тут у нас. А я как раз собирался перейти к своей любимой части. Ну, помнишь, кто и где ты появляешься, рушишь мою жизнь, ну... Ты подлая пандорская дрянь. Зачётная прическа, лживый гиперионский кусок дерьма. Это правда зачётная прическа. Заткнись. Прократи, прям в глаз попало. Жаль, а так хотелось, чтобы ей лживый пасть тоже попало. Фиона, мошенница. Тоже, кстати, вы. А, это второй главный герой, типа, да? Всё, хватит, хватит. Ты добилась своего. Я не лгал, ясно? Я приукрасил. Да и откуда тебе об этом знать? Тебя на сделке не было. Не могу поверить, что я так и не догадался об этом. Конечно же, я была там, идиот. С тех пор ты так и не поумнел. Твоя очередь, Фиона. Моя очередь? Расскажи мне о своём участии в сделке. А ты не мог меня первый спросить? Ты ж меня похитил уже несколько часов назад. Возможно, и мог бы. Возможно? Я сидела тут на жаре в окружении странных раков. Лишь для... Ладно, ладно, я поняла. Этот жулик упасил самую важную часть всей этой истории. Эй, какую же? О, сейчас будет классно. Ну, давай. Я не могу ждать. Волт-хунтер. Дай! Стоп! Что за твоё проблема, чувак? А кто именно? А, Зеро? Понял. Как элегантно он появляется, да? Все-таки отстоять, типа? Блин. Офигенная игра, на самом деле. Так, подожди, подожди, подожди. С чего бы это вдруг стало важно? Ты не хочешь так сказать, что всё это твоя вина? Да ладно, я не в чём не виноват. Ну, почти ни в чём. Ты там что, лыбишься или чё? Понять будет, что у тебя на уме, а вдруг... Ладно, только позволь мне рассказать всё с самого начала. Блин, офигенная игра. Я родилась здесь, на Пандоре, в городе, окутанном мраком, известном под названием «Острая лощина». Это пещера. Так или иначе, долгое время жила там своей сестрой, просто пара детей, которые воровали всё подряд, чтобы выжить. Пока мы не встретили Феликса. Мы пытались украсть его бумажник, но он не просто поймал нас, он показал нам искусство воровства. С тех пор мы работали вместе. Подготовка слишком затянулась, она ведь ждёт. Это последнее дело было самым крупным из всех. Оно могло обеспечить нас деньгами до конца жизни. Что могу сказать? Так начинались многие истории. Фиона, расслабься. Беспокоиться не о чем. Феликс, наставник. В присупной жизни, конечно же. Вот. Выглядит замечательно. Если Август не идёт, то он продаст эту штуку одной из барионеток Гипериона. Они не должны ничего заподозрить. Не многие видели ключ от хранилища. Будь он настоящий или нет. Краска всё ещё сохнет. Проследи, чтобы никто не притрагивался к нему. Здесь только пара проблемных мест. Так, а почему к нему нельзя прикасаться? Не знаю. Ну что-нибудь придумаешь? Как всегда. Эй, ты ж профи, это твоя работа. Твоя сестра сыграет свою роль, но именно тебе суждено закончить дело любыми доступными способами. Если она представит тебя как сумасшедшую, то ты будешь сидеть на корточках и кричать о поездах из какашек. Ясно? Придерживаться образа важно для дела. Надо работать сообща. Можешь рассчитывать на меня, Феликс. Я знаю. Приятно слышать. Ну, поехали. Фиона. Когда она даст тебе роль, сыграю максимально правдоподобно. Сделка выпала на мне неожиданно. Не было времени для полноценной подготовки, но это оправданный риск. Поэтому у нас нет времени для всяких мер. Если идешь в пурпурный скак, то план отступления необходим. Хочешь, чтобы я отстреливалась? У меня на пушке будет побольше. Пистолет только для крайнего случая. Один патрон? Именно так. Ты в состоянии решить большинство ситуаций словами, а не выстрелами. Непросовшая краска. Не притрагиваться. Я запомнила. Представляю, только для крайнего случая. Да понял я. О! У нас тут даже деньги есть. Нифига себе. Серьезно? Встретиться со СССРой в пурпурном скаке. Ну и название они придумали, конечно. Так, ну давайте-ка продолжим. Пошли потихонечку. Так, куда нам? Направо, налево, а то я не совсем понимаю здесь... Куда надо топать? Блющий мужик. Так, а на Кюшку у нас нет глаз, да? То есть мы просто ходим, да? Окей. Давай посмотрим на него. Чувак на улице блюет. Наверное, что-то с ним нехорошее случилось, да? Давай, ты из себя все выдавишь. Я уверена. Открыть ящик с вещами. Открыть? А, это обычный ящик с лутом. Как в Borderlands. Это бывает. И что там у нас? Пусто. И крысы. Действительно, как всегда. Так. Осмотреть дверь. Пурпурный скак, что ли? Ё-моё. Психикарлики. Ребята, вам там нормально мне помочь? Да хватит тыкать его ножом. Он уже сдох. Проваливайте. О, денюжка. Деньги умирают сейчас. Танцер, ну, умер уже. Ему оно не надо. Ладно, давай вернем ему деньги. Я не знаю, зачем? Ну, допустим. Там он сейчас помрет. Нахрена ему деньги? Да-да, всегда пожалуйста. Все, помер мужик. Не, мне нравится эта самода выбора. На с другой стороны, нахрена оно надо здесь. Так, а можно куда-то влево, вправо пойти? Короче говоря, на Пандору идет нормальная цивилизованная жизнь. Наверное, было больно. Так, слышь, мужик, мне тут это надо. Пройти. Да, замечательно. Феликс ничего не говорил о вышибали. Прошу прощения, сегодня обычным посетителям вход воспрещен, красавица. Только вип-персоны. Тектор Реднек. Хорош в насилии, плохо во всем остальном. Вход только по приглашению. Ммм, все настолько серьезно? Ну, я имею в виду, разве это так важно? Конечно, это важно, ведь это моя работа. Я слежу за тем, чтобы не было тех, кого там быть не должно. Да, да, да. Не-не-не, посмотри на меня и посмотри на себя. Тебе не пройти мимо меня. Нет, дамочка, этого не произойдет. Погоди-ка. Это же ты. Твое лицо есть в тату-плакате. Еще и слова какие-то написаны. Что это такое, а? Что там написано? Это вип-список. Это же вип-список, и я в нем. На нем есть еще мое фото, чтобы тебе было проще узнать меня. Какой-то он короткий. Я настолько важна. А даже не знаю. С дороги, Тектор, она вип, которого мы ждем. Саша. Сестренка, подельник. Черт подельник, Саша. Почему ты не сказал, что он с тобой? Прошу прощения, дамочка. Не могу поверить, это сработало. Я тоже не могу в это поверить. Давай плакат уберем, на всякий случай. Все вип-персоны, которые заходят в этот бар, должны срывать листики со своими именами. Чтобы было честно. Чтобы все знали, кто внутри. Так. Алкоголик. Понятно. И что, мы просто посмотрели на него. Еще алкоголик. Таких на Пандоре много. Вообще на Пандоре, как вы заметили, весело. Нереально весело. Так, мы можем просто деньги посмотреть, да? В августе сейчас встреча, так что у него есть пара минут. Он сомневается, можно ли тебе верить? Много про тебя спрашивал, потому мне пришлось придумывать тебе легенду. И она большая. Отлично. Итак, ты, Лидия Штраус. Мы с тобой давние друзья. Ты археолог, украла ключи хранилища с раскопок на Эдене-6, родом с Эдена-5. Заделась со мной, и мы встретились в баре Пермана-Пита. После дня наемника, чтобы обговорить детали сделки. После этого я решила познакомить тебя с Августом, и ты отдаешь нам ключ. Мы с Августом идем на сделку, а потом делим деньги на троих. Если он спросит что-то еще, то тебе придется импровизировать. Ты все поняла? Это все, я знаю. Легенда большая. Но он не перестал задавать вопросы. Да, 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 я слышал, я все поняла. Я не первый раз такими делами занимаюсь. Отлично. Это успокаивает. Томми, ну же. Вспомни, сколько всего нас связывает. Да, давно знакомы с твоей семейкой, Август. Именно. Поэтому я тебе и прощаю. Передавай Жене привет, ладно? Конечно, Август. Спасибо, дружище. Доктор. Да, босс. Последим, чтобы Томми дошел до дома в целости и сохранности. Еще раз спасибо. Ну, вы поняли, да? Целости и сохранности. Просто помолчим. Нам пофиг. У нас же легенда. Эй, Август. Это... А, привет, Саша сказал, что ты хочешь кое-что мне показать. А, ты Лидия, да? Штраус? Да, да, это я, Лидия Штраус. Прости, что задержался. Нет, прошу, не надо. На алкоголика нормально, он отдыхает. Прошу, не надо. Прошу, я заплачу, заплачу, заплачу. Уже заплатил. У этого ублюдка был щит производства Малеван. Меня не слабо, чтобы она утоком. Простите за беспорядок, босс. Больше такого не повторится. Ну что ж, это было весело. Глядка, на Лену выпить, а затем помой пол. Не хочется потом его ремонтировать. Конечно, малыш. Пора обсудить нашу сделку. Не хватило денег, чтобы расплатиться? Да, что-то типа того. Твои сделки всегда так заканчиваются? Он не сдержал свое обещание. Я не виношу бесчестных людей. Вам стоит запомнить это. Понял, принял? Запомнил. Присаживайся. Итак, как долго ты работаешь археологом? Давненько я работаю. Тут уже много, несколько лет. Наверное, это трудно, быть далеки от друзей. Например, от Саши. Работа трудная, но выгодная. Если все пойдет по плану, то ты еще раз убедишься, насколько она выгодная. Интересно. Где ты нашла этот ключик? Саша говорила, что на одном из Эденов. На каком имя? Я нашла его на Эдене-6. Там велись раскопки. Точно, Эден-6. Маркус любит говорить об этом месте. Он говорит, что там хорошо. Там становится хорошо, когда находишь ключи от хранилища. Не сомневаюсь. Спасибо, родная. Итак, позволишь взглянуть? Конечно. Вау. Красотища. Так, молодой человек. Ты схватил мою руку. Почему ты это сделала? Смотреть можно, но не трогать. Твоя подруга меня нервирует. Она помогла тебе, Август. В каком это смысле? Разве ты не слышал, что я Ридия Давид? Не, не слышал. Ну, она спасла тебя от нескольких часов рвоты собственными внутренностями. А, ну тогда спасибо. В следующий раз предупреждаю о таком. Я позвоню Васкису. Он хочет как можно быстрее совершить обмен. Эй, Васкис, это Август. Ну чё, готов купить ключ от хранилища? Потому что я уже... Эй, ты что, включил громкую связь? Серьёзно? Не, послушай, я даже не знаю значение слова торговаться. Но я точно знаю, что обмен надо совершить прямо сейчас. Я знаю, что значит торговаться. Просто эти парни из Гипериона не любят вести дела с компетентными людьми. Они думают, что я обычный нервный головорец Пандоры. Поэтому я им и подыгрываю. Не-не-не, мужик, это крупная дельца. Так что, если хочешь совершить обмен, то прилетай сюда сам. Не, мы скоро будем. Я не такой. Я пытаюсь заключить сделку. Ты хорошо знаешь этого Васкиса? Мы пересекались пару раз. Он тут ещё урод. Ну все сотрудники Гипериона такие. Я заметила. Сейчас я всё развею. Мне надо 10 миллионов долларов. Да, именно. Будем ждать тебя. Да? Так разговариваешь со своей... А, блин, трубку повесил. Итак, ключ будет у Саши, потому что мне ты не доверяешь. Однако после инцидента с Томми я этому не удивлён. Бери свою пушку, детка. Поняла. И что, это всё? Когда сделка закончится, она сообщит тебе, где забрать деньги. За дело. Мы поедем за ними на караване. Ты что? Прямо после этого Ариза история Гипери... Ну вот это вот... С продажей ключа такая прикольная. Прямо доказать. Какая-то, знаете, прям такая детективная прям стала. Я должен сказать, я был удивлён, когда твоя подруга схватила меня за руку. О, да, прости. Она... Собственница. Забавно, учитывая то, что она сама его украла. Это сработало. Ну да, если ты думал, что схватить за руку маниакального психопата, это хороший вариант, то ты не ошиблась. Вообще-то он до сих пор такой, ведь он определённо жив. Порядок, мы приступаем. Где вы были? В пробку попали? А, они говорят о том, что, типа, мы тут по городу шли, и тут взрывы были и прочая хрень. А где субтитры? Я-то понимаю, о чём они говорят, но вы-то не понимаете. Ладно, ладно, занимайтесь своими делами. А я пошёл. Я Август, думаю, вы и так это знаете. А это... Васкис придёт? Есть два парня, но посреди них нет Васкиса. Похоже, он прислал пару маринеток, не захотел марать руки. Чёрт, у одного из них эхо-имплант. Если он просканирует ключ, то быстро распознает подделку. Они всё ещё беседуют. Не знаю, как мешать. Надо отключить имплант. Да, точно, хорошая мысль. А как вы это сделаете удалённо? Всё-таки было маленькое имя-устройство, найди его, пока я собираю детонатор. Чё? Трясавшие линзы, линзы. Да ладно, как можно здесь что-то найти вообще? Он размером с ладонь, из него торчит микросхема. Размером с ладонь микросхема, размером с ладонь микросхема. Так, надо найти. Размером с ладонь микросхема. А, ну вот, кажется, и оно. Это он? Да, это он. Так, вот, это устройство вырабатывает низкоуровневый электромагнитный импульс. Его будет достаточно, чтобы вывести из строя имплант. Но придётся подобраться к ключу поближе. Саша, помою сигнал и подойди к вентиляционным отверстиям позади себя. Как чёрт подери это сделаю? Не знаю, найди способ. Когда проберусь в вентиляцию, подберись ближе к Саше и следуй моим инструкциям. Осталайся в тени. Стены там тонкие, как бумага. Не дай себя увидеть. И не дай себя услышать. А теперь поспеши. Быстрей! Пипец, прям реально какая-то... Жесть какая-то пошлась в плане сюжета. Если первая часть, как бы, да, была такая, ну, где мы за Ризой играли лёгкой, то сейчас прям жесть пошла. Где-то должен быть проход вентиляции, ведущий к ним. Найди его. Он находится рядом с тобой. Ну, кажется, нашли. Или нет? Открыть ящик сначала. Там могут быть деньги. Да, так и есть. Деньги не помешают. Никто ведь не против? Неа. Так. Где мышка моя? Ё-моё. Ага. Изображение, постер. А тут, наверное, за рекламным щитом? Да, так и есть. Это было очевидно, если честно. Так. Стол с инструментами. Надо его немножко... Да-да-да, надо его немножко правее подтянуть. Эээ... Использовать. Да-да-да, толкаем, толкаем. Давай, давай, Фионочка, быстрее. Времени мало. Блин, я думал, запись поломалась, на самом деле. Извиняюсь за заминочку. Сейчас продолжаем. Так, я забираю вентиляцию. У меня просто игра как-то подозрительно зависла. Я думал, уже всё поломалось. Так, радио здесь, если Эми, невелик, поэтому придётся задействовать Саше, чтобы всё сработало. Поняла. Ну, поехали. Кьюшку вжимаем. Давай, Куты Е. Ох, твою маль. Ёкарны налево, а. Ты напугал меня до усрачки. А, я? Где мои манеры? Проходите, проходите. Места на всем хватит. Меня зовут Шейд. Рад встрече с вами. Знаю, в это трудно поверить, но я душа компании. А меня Фиона зовут. О, приятно. Иногда так хочется поговорить с живыми. Понимаете, о чём я? Конечно. Просто дай мне пролезть. Мне туда очень надо. Мне пора. Мы так мило общались. Вы в этот раз свою ничемную жизнь не видели, что ли, с что-нибудь прекрасное? Я, блин, чуть не усрался от этого Шейда. Ё-моё. Фиона, ты на месте? Да. А куда мы идём? Тихо. А ну, свали. Ты сидишь за той девушкой? Со странной прической? Я знаю отличное место для наблюдения. Позволь мне пойти с тобой. А то у меня давно не было друзей. Ладно, давай, только тихо. Ты не пожалеешь об этом. Вызвели нового друга. Саша, какой чёрт ты делаешь? Мне всё это не нравится. Смотрите, вы их тупые лица. Они точно что-то задумали. Чё ты несёшь? Так, я на месте. Хорошо. Саша ждёт тебя у вентиляции. Прицепи Эми к кейсу. Так это надо сделать так, чтобы ещё между лопастями было. Так там лопасти. Чё так медленно? Готово. Значит, ключ вам нужен для того, чтобы обмануть какую-то гиперионскую шишку? Именно так. Ладно, я не против. Молодец, Фиона. Мы составим компанию твоим друзьям? Нет, мы будем сидеть тихо и играть в молчанку. Саша, когда увидишь, что он сканит ключ, дай знать. Фиона, как только получишь сигнал, активируй Эми. Поняла. Нет, я передумал. Август, стой! Рис, ты же всё это затеял, так придумай чё-нибудь. Август. Да ладно тебе, я умоляю. Чувак, 10 миллионов долларов. А ты умеешь убеждать. Мне большой риск приколол. Как он рассказывал, а как теперь на самом деле это было. Так, Фиона, сейчас он просканирует ключ. Так, и? Ай-яй-яй! Чё, слишком рано было? Что случилось? Он уронил ключ. Уронил? Как он мог его уронить? Какого хрена? Подделка? Что за звуки? Басанова! Музыкант, бота-циклист, убийца. Охренеть, что происходит? У нас тут обычная спелка. Зеро! Зеро! Ноль! Ну, больше, чем вы. А, я понял. Тут заваруха пошла между искателями хранилища. Итак, Басанова. Ты знаешь, что нужно мне? Где найти? Дай ответ. Я понятия не имею, о чём ты говоришь, искатель хранилища. Рейс, деньги! Хватай! О, похоже на сегодня повезло, парни. Погнали! Нихрена себе пополам разрубил? Эти ребята тоже с тобой? Нет, их сюда никто не приглашал. Что происходит? Все под контроль. Должна твоя помощь! Быстрее! А, ради всего. Уже идут. Быстрее, сюда! Ой, прости. Ах ты! Саша! Помоги мне её сдвинуть. Это ты сама всё спланировала. Это было впечатляюще. Ты в порядке? Да, да, в порядке. Сваливаем отсюда. Какой же он косой, ё-моё. Да, давай стрельнем. А то или он нас, или мы его. Тут как бы третьего не дано вообще. Третьего, это, не знаю, 0-0-0-0-0-0-0-1% шанса того, что он не попадёт в нас. Так, аккуратно, аккуратненько. Саша, я в порядке. Спасибо, со мной всё хорошо. Давайте сидим больше без сюрпризов. О, чёрт тебя дери. Вы и правда хотите угнать наш каравен? Не-не-не, подождите, всё не так. Всё не так, как вы подумали. Не, ну ладно, всё так, но нам очень правда жаль. Назови хоть одну причину, почему мы не должны присоединить вас и выбросить трупы. А вот и причина. Эй, мы ещё тут не закончили. Фиона, дверь. А ну своди с дороги. Я не люблю, когда мне врут, Саша. Тебе не следовало мне врать, Саша. Поехали. Куда? Да куда-нибудь подальше. Тебе не следовало мне врать, Саша.